2015 год. Казанский федеральный университет становится первой в России координационной площадкой международного сотрудничества Кокрейн, которая занимается развитием доказательной медицины и собирает данные всех имеющихся исследований в мире в области медицины. Кокрейновское сотрудничество основным продуктом его деятельности, в наше время слово продукт приемлемое, является Кокрейновский систематический обзор, который является изначально суммой, синтезом и анализом совокупности рандомизированных контролируемых исследований с их обязательной критической оценкой и с выводами о том, нужно ли еще в этой области проводить исследования или не нужно, что представляет колоссальную ценность, потому что мы живем с вами в век, когда очень много исследований проводится. Очень многие дублирующие исследования авторы не всегда бывают в курсе того, что сделали какие-то другие авторы, а таким образом тратится очень много человеческого, земного ресурса и тратится в никуда без получения реальной пользы для человечества. И поэтому вот эта идея, предпринятая сотрудничеством Кокрейна, воплощенная уже и уже показавшая результаты, она является абсолютно полезной. Не проводя свои исследования, заниматься только анализом, ученые не могут, они проводят и свои исследования, они планируют и клинические исследования, и экспериментальные, но они делают это все на базе, обогащенные всем тем уже большим багажом, которое создало сотрудничество Кокрейна. На сегодня, начиная с 2005 года, сотрудничество Кокрейн стало разрабатывать еще и резюме на простом языке. То есть плюс к самому большому обзору, который иногда может быть сто с лишним страниц текста, иногда еще больше. Один обзор можете себе представить, потому что он систематический, он вобрал в себя все, в том числе и то, что он туда не включил, но он представил всю информацию и объяснил, почему не включил. Поэтому эта ценность, это вот невероятная ценность. Этот обзор имеет абстракт. Абстракт небольшой, не более одной странички листа А4, но он все-таки абстракт и написан научным языком, с приведением статистических данных, для понимания которых тоже нужна неподготовка. И, допустим, бабушка может это не понять. Но на основании этого еще пишется специально резюме на простом языке, которые доступны для всех и специально предпринимаются очень серьезные усилия. И, поверьте мне, это очень сложно. Очень специфическую, трудную методологически, трудную профессионально тему изложить на простом языке. Вот это мы переводим на русский язык, и это в открытом доступе всем. И мы приглашаем, конечно, все население. Вот сейчас задача, чтобы люди об этом знали. Чтобы они не в форуме где-то переписывали с тетей Машей или с подружкой Элечкой, или еще там с кем-то, себя не показавшим, как его и зовут, с неизвестным. А вот читали достоверную, проверенную информацию, изложенную на простом языке. Потому что вот это самолечение, оно действительно приняло невероятные совершенно размеры во вред здоровью. Сотрудничество как Рейн, оно известно, да, может быть, к сожалению, не каждому врачу. Да, к сожалению, есть языковой барьер. И поэтому сейчас сотрудничество как Рейн в своей стратегии развития 2020 подняло на самый высокий уровень, выставило самым первым приоритетом задачу доведения информации систематических обзоров как Рейн до населения земного шара везде, на всех языках. И, конечно, на русском языке. И поэтому мы, вот как представители, носители русского языка, как страна России, очень важны для этого движения. И мы очень гордимся, нам очень приятно, что эту честь нам предоставили, что мы переводим на русский язык резюме как Рейнских систематических обзоров на простом языке. На сегодня уже переведено более 500. Это результат колоссального труда нашей сплоченной команды. Состоявшаяся конференция 7-8 декабря 2015 года объявила во всеуслышание громогласно на весь мир о создании как Рейн-Россия с координационным центром на базе Казанского федерального университета. Работать будем не только в рамках переводов. Но почему переводы приоритетны? Потому что пока на сегодня нужно диссеминировать как можно шире информацию о том, что это есть. Чтобы люди знали, что это есть и обращались бы за этой информацией в базу данных как Рейн. На сегодня, например, в Англии или в Соединенных Штатах Америки, то есть там, где на английском языке это все существует давно, ни один клинический вопрос, это я знаю просто от практикующих врачей, не имеющих реального отношения к структуре как Рейн. Вот у них трудный больной. Что делать с больным? Они говорят, а давайте посмотрим, а что говорит как Рейнский систематический обзор. И бегом-бегом-бегом поиск делают, поиском что-то приносят, и они принимают соответствующие решения. И наша задача заключается в том, чтобы к этому привести российское здравоохранение. Пока еще наше здравоохранение очень сильно нуждается в том, чтобы те доказательства, та мудрость, как Рейн, информировала бы каждое конкретное решение. Пока этого нет. Поэтому здесь мы, я должна сказать, в самом начале пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова